давайте тогда ребят продолжим наш проект на чем мы там остановились вы сделали вот эту часть которую от новинки да сейчас в целом мы продолжим делать эту часть и еще мы с вами сделаем что ребят давайте вот вот эту часть новинки мы с вами сейчас сделаем ну вы все это уже создали я создаю новую секцию правильно section там сделаем класс к примеру к нему сделаем что допустим new да потом контейнер и как мне создать эту часть сначала я вижу так каждого видим создают так с 2 после а вот это создать никаким образом четыре элемента я должен буду создать ребята что один главный тип верно вот так не карт а внутри я создам что 4 diva это будет у меня не он 1 внутри каждого есть у нас а им джим и и что ребят и еще вот так и у райт внутри райта у меня будет какой-то аж некий делаем h4 и будет какой-то некий а тоже пример можно сделать его ну давайте так h4 здесь делаю все-таки h3 его вот это не сделала h4 и вот эту цену укажу сюда скачаю фотку экспорт плюс скачал фотографии перекидываю ее так окей так уже нельзя да получается так вот отсюда из загрузок я ее нажимаю перекидываю сюда все перекинул сюда фотка называется у меня image 8 поэтому а сюда я указываю что я указываю иметь слэш image 8 вот она проверю себя вот видим появилась появилась все теперь мне нужно таких создать 4 штуки правильно 4 diva вот 1 1 2 3 4 вот их 4 их поставить в одну строку дисплей флэкс ну вот эту new карт поэтому зайду стиле . new карт дисплей флэкс получилось сделаем justify контент space between теперь вот это нужно поставить вот сюда это new one тоже display flex есть сделаем align item center между ними вот чтобы у нас будет какой здесь отступ отступ у нас 25 пикселей полум 25 пикселей вот так вот и обращаясь теперь new one h4 у него color вот такой марджин топ отступ сверху него здесь давайте сделаем примеру 15 10 пикселей есть получилось создали да все вроде бы мы все создали теперь вот здесь нужно тоже здесь просто делаем марджин топ здесь какое количество 47 пикселей 47 пикселей вот это есть теперь от новинок вверх 71 вниз так вниз здесь 60 до сколько было 71 60 то есть . new пейдинги так 71 0 60 теперь теперь дальше ребята макаса здесь у них есть это да ребят тень давайте этот тень не дадим вот так и у них оказывается даже есть борда радиус и над спичем все по моему сейчас ездим только только смотрите тут еще пейдинги я пейдинги не задал ладно сейчас пейдинги дадим так вверх-вниз по 14 слева 17 справа 35 то есть у меня есть по этим 14 пикселей 35 пикселей 14 пикселей и 17 пикселей сейчас окей да получилось все мы эту часть создали ребята теперь теперь а смотрите дальше давайте так ребят так вот это есть это есть да а смотрите давайте вам покажу гитхаб хорошо на допроки вы его еще раз дополнительно пройдете сейчас я просто покажу основу его что такое вообще гитхаб ребята слышали может быть гитхаб он нам нужен для того чтобы ну это грубо говоря бесплатный хостинг сайта мы можем сейчас а ну мы сегодня вот вот этот сайт который у нас есть данный нынешний момент вот вот это мы загрузим его на такой хостинг чтобы ну на него может зайти любой человек посмотреть а он нужен во первых не для того чтобы смотреть свой проект да а для того чтобы много людей могли пользоваться могли не пользоваться могли совместно работать то есть он нужен для того чтобы мы какое-то количество людей да надо не проект нам когда работаем мы могли как бы едином формате работать то есть как это понимается да к примеру вот вот мы работаем удаленно допустим вот мы пятером с вами взяли какой-то проект работаем удаленно каждый из своего дома там из офиса и так далее и а мы должны будем во-первых понимать кто какую часть будет делать мы с вами разделим сюда я делаю вот эту часть ты делаешь вот эту ты делаешь вот эту и так далее да но а в любом случае нам нужно будет этот проект единое в едином формате потом собрать единый проект в один понимаете и примеру я вот сделал там условно хедер а ты должен был секцию делать вот тебе же нужно получить хедер чтобы как бы мы визуально видеть что как начать ну чтобы делать секцию и для вот этого как раз нужно где-то то есть грубо говоря я буду делать свою часть я ее закидываю на гид потом допустим кто-то делать свою часть закидывает ее потом кто-то делать свою часть закидывать или и все это мы закидываем как в единое единое облако и вот это как раз таки вот это облако да это вода битхаб будет нашим являться то есть мы сюда будем закидывать то то что мы сделали вообще наш написанный код и он будет собираться в едином таком едином проекте в одном проекте и к примеру а ну тут вообще множество всяких плюсов он вообще очень-очень крутая вещь и ей нужно постоянно пользоваться так сейчас так смотрите ребят ну грубо говоря вот вот это вот единое облако да наше она называется репозиторий репозиторий и на самом деле гид хаб очень важен он очень важен во всех компаниях и всегда пользуется это прям вот стопроцентно нужная вещь в работе всегда и в обучении нам тоже нужна будет поэтому нам нужно научиться ею пользоваться смотрите ребят во первых давайте я покажу как вообще здесь идет работа да как мы вообще начинаем делать ну закидываем наш проект смотрите вот к примеру в данный момент у меня есть вот этот проект да вот написан код ну вот он да я его сейчас хочу закинуть в облако то есть ну вот в таком виде я его хочу закинуть и вы будете в этот проект грубо говоря дополнять его будете вот сюда вот писать какой-то свой тоже код понимаете и тоже будете отправлять как нам это нужно будет как мы будем этим работать смотрите когда вы пройдете регистрацию здесь у вас будет право вот иконка да ваша вы нажмете ее репозиторий и здесь ребята вы выберите здесь нею и вы будете создавать новое новое репозиторий то есть новое облако да вот для этого проекта и мы будем в этот единое облако как бы все скидывать и давайте я его назову он у нас там фип называется да вот так да вроде да пусть будет так и здесь можно написать description типа описание но его можно и не писать ну это просто просто описание типа проекта да любой человек может зайти на ваш репозиторий и увидеть ваши проекты которые вы работали а тут есть по публичная версия и приватная версия публичную и приватную приватную делают часть всего компания допустим вот какая-то компания над каким-то проектом работает да они его не хотят показывать другим ну как бы они же разрабатывает его и они делают приватную версию то есть его этот проект не может ну может увидеть только те люди у которых есть типа ссылка да а другие люди не смогут публик публичная версия это как бы все видят да этот проект у вас но мы выберем публичную и делаем create репозиторий все делаем create репозиторий вот это облако создалось но сейчас это облако пустое надо но репозиторий да его еще назвать репозиторий будем говорить и этот репозиторий нам нужно сейчас заполнить чем что но тем что у меня сейчас есть а поэтому смотрите вот здесь есть кнопка терминал векшторм снизу мы вот здесь находится ведь путь мы сейчас находимся в нашем проекте вот фиб проживки первая команда который мне говорится чтобы закинуть проект она говорит гитинит пишу гитинит и давайте мы узнаем команда что такое гитинит это гитинит создает новый репозиторий то есть грубо говоря он нам здесь в принципе гитинит команда первая она нам делает грубо говоря какой-то пустой вот у нас есть папка да вот это грубо говоря вы смотрите сейчас делаем допустим прожить вот она правильно да ну вот наш проект прям вот он здесь находится и здесь грубо говоря он создает сейчас папку типа и нет можете представить себе папку и нет невидимую и а в эту папку и нет но у нас есть вот одна папка да вот главное вот фиб проживка и здесь весь наш проект лежит правильно а он здесь создает как бы папку и нет невидимую грубо говоря и вот то что здесь есть сейчас мы должны закинуть в эту папку с помощью гитинит мы создали эту папку понятно мы создали эту папку и сейчас в эту папку как бы нам нужно загрузить все наши проекты понимаете и эта папка будет отправляться как в гитхаб понимаете да то есть ну сейчас нам надо заполнить и если вы внимательно посмотрите то вот здесь вы заметили может быть что вот эти вот допустим а и вот эти вот и мы джи все остальное да ведь они стали красным да они не были красным вот если вы работали у себя на проект внимательно смотрели то иногда ну сейчас можно заметить когда я написал гитинит они стали красным то есть сейчас папка и нет пусто то есть вот это все грубо говоря должно попасть папку и нет но когда она красная она значит еще не попала его нет понятно как бы вот этого пуската вот это вот фото ставила и нету там и это проверить мы можно с помощью команды ребята гид статус вот видим вот эти вот красные они грубо говоря означает что они не попали но их нету в этой папке нет и нам сейчас их нужно добавить и тут следующая команда в гитхабе смотрите идёт гид виден вот это просто гитает смотрите вот это ридми не надо смотреть гид это переводится как добавить добавить в папку и нет грубо говоря смотрите я напишу гид это и мне нужно будет здесь добавлять ребята каждая каждую папку по отдельности типа вот гид это и вот это вот надо написать индекс точка html и теперь смотрите если я вот я его добавил сейчас видим каким цветом он стал видите зеленый да то есть ну уже визуально видно если я смотрите гид статусом сейчас проверю то смотрите вот этот видите зеленый сейчас html а остальные красные потому что ну я их не добавил да но ребята представьте вот смотрите сколько у нас здесь фотографии у нас столько всего и поэтому нам не нужно добавлять каждый по отдельности мы скажем все добавь все что есть в этой папке все что есть добавь папку и нет это гид пробел . вот так понятно гид пробел . и нажимаем enter теперь гид статус если я напишу ребята видим все зелено все добавил все фотки все что короче есть она добавил да вот можно здесь проверить вот видим да все мы их добавили в папку и нет и смотрите ребят ам сейчас мне нужно будет вот я грубо говоря сейчас добавляю папку и нет и вот ам мы следующая команда которая у нас идет она идет видите гид комит там минусами что-то написано да в кавычках это ам оставить комментарий типа комментарии зачем это нужно смотрите ребята а вот к примеру вот мы с агилетом двоем работаем над проектом да вот сейчас я добавил то что я сделал за сегодня к примеру я сделал какие-то какой-то написал какое-то количество кода я его добавил таки это сделал и мне нужно оставить комментарий то есть то что я как бы за сегодня проделал я должен я должен ну как бы когда я добавляю вот этой вот команды я ему даю как бы название я добавляю вот это вот то что я сегодня сделал и говорю вот я сделал там хэдер там я сделал хэдер все вот к примеру я сделал хэдер там условно говоря там сделал там хэдер скажу напишу в комментариях потом агилет начинает работать он тоже в эту и нет папку он тоже хочет добавить свои обновления правильно он добавляет он тоже пишет и он тоже оставляет комментарии там комит и говорит там я сделал первую секцию потом ты делаешь пример ты говоришь я вторую секцию и за это эти комментарии можно будет увидеть понятно то есть это добавляется для того чтобы мы каждое ваше действие которое вы добавили да в эту папку оно имело название у нее было название понятно то есть я сейчас пишу вот так команду кит комит минус м и в кавычках можно в одинарных можно двойных без разницы пишу свой комментарий к примеру я добавил это там хэдер секшен ван ну секшен вот так делать да видим гит комит минус м и тут можно писать что угодно ну обычно пишут то что вы сделали то есть то что вы сделали там секцию 2 там добавил фотку изменил стиль там вот то что вы сделали конкретно глобально да вот вот так вы говорите и нажимаем enter все видим он мне сейчас как бы то что я сейчас добавил гид эдом те действия которые я ведь гид эдом добавил в начале вот до этого вот этот момент я закомментировал вот это свое действие и сказал вот я добавил хэдер и секшен теперь следующая версия вот это вот не надо писать гид бренч минус м его не надо писать мы пишем вот эту команду гид ремонт вот ее ну вот эта ссылка сама передается я должен как бы ее просто скопировать вот здесь просто скопирую поставлю эту ссылку я говорю что а теперь моя я же сейчас все это загрузил как этот грубо говоря в папку и нет помните и я дал название и сейчас я говорю что эта папка и нет будет отправляться на вот эту ссылку то есть ну вот вот эту ссылку будут отправляться понятно ну вот на вот эту гид хаб и теперь я говорю добавить свои обновления вместо мы будем писать мастер я пишу вот гид пуш минус ю оригин мастер все я добавляю сейчас свои значения смотрите гид пуш минус ю оригин мастер и сейчас давайте проверим что у нас произойдет вот видим пошла какая-то загрузка да ребята теперь смотрите вот грубо говоря вот здесь мы будем видеть наш проект обновлюсь вот видим айдея то есть вот мои папки айдея имидж ставил индекс видим айдея имидж ставил индекс они здесь вот одну минуту назад добавил да теперь смотрите это комментарий который я оставил да теперь смотрите ребята к примеру вот мы добавили вот пример условно говоря вот я добавил да и я хочу продолжить работать вот я закончил я создаю новую секцию да я пишу новый секшен там у нас че это будет секшен контейнер и теперь смотрите ребята я уже сделал какие-то изменения по сайту понимаете видим я написал какой-то код если я смотрите гид статусом сейчас статусом проверю то видите что он мне показывает индекс html красный то есть сейчас папки и нет она не пусто как бы в ней не все правильно потому что сейчас я сделал изменения и мне эти изменения что нужно сделать опять добавить винит правильно папку понимаете да вот пример я сейчас ставил тоже изменю так пример там сделаем какой-то новый там я не знаю вот так новый стиль и добавим к примеру я сделала вот так вот чем не придать давайте опозите 100 без разницы и теперь я себя гид статусом проверю то есть папки и нет она сейчас не совпадает с тем что у меня есть моем проекте то есть грубо говоря смотрите а грубо говоря у меня есть две папки вот это вот первое это мой настоящий проект в котором я работаю правильно и есть папка и нет вот это да и эта папка и нет уходит в какое-то облако которое там гитхабовское облако да понимаете так вот и вот это вот видно всем людям в интернете правильно и как бы мы мы же работаем вот здесь вот в папке в прожить и вот я добавил его сюда правильно мне сейчас первым действием и потом это отправил уже сюда и но потом я опять как-то его над этим работать то есть у меня грубо говоря прожить подойдет другим правильно потому что я добавил уже изменения какие-то и грубо говоря вот этот прожить сейчас не совпадает с вами админито правильно верно при помощи команды кит статус он мне показывает что вот где не совпадение понимаете и мне сейчас нужно сделать что мне нужно взять и вот этот прожить грубо говоря опять добавить в этот линин правильно я его добавлю сюда и потом они будут совпадать они уже станут ну грубо говоря другу равны и потом я уже вот этот линин в папку опять отправлю сюда правильно верно и опять опять начинаем работать опять так вы работаете изменяете изменяете что-то какой-то код отправляете его в и нит а потом все нит отправляете сюда грубо говоря вот так понимаете и теперь мне нужно сделать тогда что теперь дальше мне нужно смотрите опять добавить в этот ну в и нит да вот эту папку я делаю с помощью команды гид опять . правильно помните добавить в и нит верно гид . теперь смотрите гид статусом проверю все у меня окей видим но я добавил но помните каждое добавление каждое добавление я должен добавить комментарий пишу гид комит минус м и я здесь делаю там допустим фикс там так add new section and style ну вот это смотрите ну окей пока вот так оставим если я сейчас удалю мне придется опять новое добавление делать вот гид комит минус м и я даю название что я сделал условно что угодно можно писать enter все видим я что-то уже добавил теперь я просто пишу команду смотрите гид пуш видим понимаете да просто гид пуш не надо уже то есть это вот эту команду которую помните я вначале писал это когда вы только создаете а когда вы уже добавляете что-то он уже создан вы просто гид гид комит гид пуш но еще есть одна команда гид пул сейчас мы пока покажу как она работает теперь смотрите а если я зайду сюда обновлюсь видим смотрите add new section and style видим да ребята видите то есть вот здесь вот комментарии видите видим а вот этот в старом комментарии потому что вот это я не изменял вот эти две папки помните помните эти две папки я ну эти два файла изменил и это вот эти и вот им как бы далось комментарии видим ну и тут можно увидеть вот комит видите вот как я добавлял алибек комитет можно открыть и увидеть что я добавлял здесь код типа видите изменение все это короче видим понятно но это ребята так ладно пока все пусть вот это все слишком много будет чуть позже это на следующем уроке будем продавать сейчас нам главное научиться вот этого создать но смотрите ребят поскольку вы здесь вот с компьютеров заходите здесь могут проблемы быть все со своих ноутбуках удобнее быть но сейчас мы попробуем потому что здесь нужно сначала привязать то есть вот этот гид надо сначала привязать у всех на компьютерах должен быть вот такая этот гид не стану скачать в этот гид хорошо сейчас просто гид напишите вот по первой ссылке перейдете сейчас я давайте даже найду его а вот он его вам надо скачать смотрите ребята а здесь есть небольшой нюанс когда вы в первый раз вот этот будет закидывать первый раз вам нужно как ваш компьютер именно сам компьютер привязать вот этому который мы сказать сейчас скачать понятно то есть он у меня уже привязан я это действие уже сделал потому что его один раз надо сделать но поскольку вы с другого устройства заходите вам нужно будет как бы привязать ваш компьютер к вашему гиду грубо говоря и для этого есть такая команда она это было вот такая команда смотрите гид конфиг глобал юзерный это вы имя даете вашему смотреть ведь у меня уже ведь он привязан и email также нужно email тоже его привязать вот видим поимые то есть вам нужно будет сейчас смотрите а открыть проект опять же открывать какой-то проект ребята а потом а потом а потом точек Продолжение следует...